ЗАКОННОСТЬ И ЧЕЛОВЕШНОСТЬ ПАВИННЫ БЫТЬ ГАЛОВНЫМИ ПРЫНЦЫПАМИ У РАБОТЕ СА ЗВАРОТАМИ ХРАМАДЯН Юрий Шулейко провел прием у Добруши. Лепшие из лепших сегодня в регионе вызначили переможца у конкурсу сродков массовой информации. Самовольное будовництво и его наступства. Меры по выявлении исполнения таких порушений обмерковали на посаджении Харвы Канкама. Цены под контролем. Профсоюзы проверяют ценов творения на социально значные товары и послуги. В ЧЕРВЕНЬ СПЯКОТА ПЛЯЖ И ПЕРШИЯ АХВЯРЫ ВАДЫ И УЛАСНЫЙ БЕСТУРБОТНАСТИ. А ЗАРАЗ АБГЭТЫМ И ИНШИМ БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНА. У выражении проблем грамадян необходимо выкрыстовывать принципы законности и человечности. Такое меркование выказал сегодня помощник президента Республики Беларусь, инспектор Пагомельской области Юрий Шулейко. ПАДЧАС ПРИЙОМУ У ДОБРУШИ. У ЦЕНТРЫ УВАГИ АКАЗАЛІСЯ САМАЕ РОЗНЫЕ ПЫТАННІ. АТ ПРАЦАУЛАТКАВАННІ ДА РАМОНТУ ДАРОГ И ПРАДОСТАВЛЕННІ ЖИЛЛЯ. ДЬМИТР РЫЙКОТА У ПРАТЯГНЯ. На встречу с помощником президента записалось больше за 30 человек. Гэтажихары ДОБРУШСКАГО РАЙОНА, АТАКСАМА ГОМЕЛЯ, ВЕТКИ И ЖЛОБИНА. НЕКАТОРЫЕ ПЫТАННІ БЫЛИ ЗНЯТЫ ЕЩЕ НА СТАДЫ И ПАПЕРЕДНІГА ЗАПИСУ. ТЛУМАЧЕННІ ДАЛІ МЯССОВЫ И УЛАДЫ. ПАМЕРКОВАННІ ЮРА ШУЛЕЙКИ МИНАВИТЫ И АНЫ ПАВИННЫ МАКСИМАЛЬНО ОПЕРАТЫВНО РЕАГАВАТЬ НА УЗНЯКАЮЧЫЕ ПЫТАННІ. НЕ ОБЕВЯЗКОВА ВЫНИК РАЗГЛЯДУ СПРАВЫ БУДІ НА КАРЫСТА ГО, ХТО ЗВЯРНУСЯ. АЛІ ЧЕЛАЕК ПАВИННІ НАТРЫМАТЬ ПАДРАБЯЗНЫЕ ОТЛУМАЧЕННІ, ЧАМУ БЫЛО ПРЫНЯТЫ ТОЯТЬ І ІНШЕЕ РАШЕННІ. Дело в том, что иногда просматривается ряд посетителей, которые, зная уже специфику своего вопроса, ищут ответ у разных руководителей, для того, чтобы в той или иной мере попытаться его решить, может быть, даже методом не характерным для законодательства. То есть, или уговорить, или пройти на те моменты, чтобы человек посочувствовал и решил данный вопрос. А те вопросы, непосредственно, которые необходимы и можно сегодня решить, то я уже вижу из трёх приёмов, фактически, то, что местные власти сегодня понимают ситуацию. У центра уваги подчас приёму оказались опытания про слоткование, жилёво-коммунальные господарки, ремонт у дорог и про доставление жилья. Некоторые отрымалось вырешить одразу на месте, иншие – взятые на контроль. У их лику и проблема, с якой звернулась Людмила Садовская. Жаншина скажется, что автобусы, которые выполняют рейсы с Гомеля у Накерунку России, не делают припинков у Добруши. Транспорт, который идёт, Гомель-Новозыпка, Гомель-Орёл там есть, ну и другие транспорты, которые идут мимо Добруша, в Добруш не заходят. Люди мучаются, на трассу приходят, зимой стоят. Если есть место, остановится автобус. Нет, разворачивайся и иди домой. Подобные выездные приемы – добрая практика, якая позволяет поднимать открытый диалог между представниками улады и насильством. Главное – каждого выслухать и помогчимости допомогчи. До речи, помощник президента надавал увагу и тем людям, которые приходили без переднего записи, после начала приема. Замес запланованных двух, размова протягивалася четыре годины. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель» с Добруша. Телеканал «Беларусь-4» признанный лепшим электронным сродком массовой информации Гомельской области. В Жлобинском районе сегодня подвели выники регионального споборництва сирот журналистов и редакций. У шановой нелепших журналистов региона проходит что год. Местом подведения выника у селита обрали садибу козел Поклевских в «Червонном березе». Один из самых молодых и важных туристичных объектов Гомельшины. У зала лепшие региональные журналисты. Именно это их, вашим, мы башем все основные подеи, которые отбываются в Гомельской области. И это тот выпадок, когда они не просто светки, а головные удельники подеи. Селита на областный конкурс «АродСМИ» было подадено больше 40 заявок. Пераможцев назвали в пяти номинациях. Лепшая редакция газеты признали «Калинковицкие новины». Лепшей организацией «Телебашини» и «Радео» стал телеканал «Беларусь-Шатыры Гомель». Я хочу сказать большое спасибо организаторам за высокую оценку нашего труда. И отдельное спасибо за то, что церемонию награждения они решили провести в таком замечательном месте. Я помню, еще лет 15-17 назад, когда здесь только начиналась реставрация, когда только начинались работы по строительству памятника, который расположен рядом, были проблемы с финансированием данного объекта. И тогда во многих газетах, в областных, в республиканских был размещен ряд публикаций о том, насколько нужен этот памятник и насколько важно найти эти деньги. Также подключились и журналисты, и радио, и телевидение. Сярут журналисты у Знагороды отрымали наш коллега, специальный корреспондент информационной службы телеканала «Беларусь-Шатыры» Олег Синцюров и редактор отдела культуры газеты «Гомельские ведомости» Дмитрий Чарнявский. Лепшим фотокорреспондентом стала Ганна Пашенко, так само с «Гомельских ведомостей». Все летую першиню означали редакции, которые нам больше активно работают в интернете. Тут безумный лидер «Гомельская правда». Ее информационный портал – один из самых популярных в регионе, а количество подписчиков в социальных сетках вымирается десятками тысяч. То количество подписчиков, которое сегодня у нас и в ВКонтакте, почти 26 тысяч, и в других социальных сетях, конечно, на наш взгляд, это еще немного. Мы хотели бы больше, я думаю, так и будет. Главное, мне кажется, оперативно работать, с душой работать и профессионально. За час основания конкурса областных СМИ яхо-пераморсами стали амаль-90 журналистов и фотокорреспондентов, а так само 40 коллективов, друкованных и электронных СМИ. «Гомельская область была первой в республике, которая организовала конкурс средств массовой информации. И мы этим гордимся. Совершенно замечательно, когда самые лучшие журналисты, а плохих не бывает, получают награды и понимают, что их информация нужна сегодня, здесь и сейчас. Настасья Кучинская, Валерия Гапанько, телерадио-компания «Гомель» с Жлобинского района. Протягиваем выпуск. Самовольное будовництво у Гомели. Цешмат у городе подобных выпадков, и какие меры примаются, как спынить невыконание закона. Гэтые пытания стали головными на сегодняшнем посяджении Гомельского гарвы Канкама. Опошняя личба статистики, справоздачу об проведенной работе и планы, огучил начальник управления архитектуры и города-будовництва Гомельского гарвы Канкама Юрий Литвинов. Так, в минулом году было принято 8 решений о обзносе самовольных сбудований. До речи, протоколы об администрационном порушении складаются в любом случае самовольных деятельностей. Однако, если грубых порушений земельного законодательства и норма будовництва не ма, сносу можно позбегнуть. Обовязковая умова – распроцовка проектно-коштарисной документации. До приклада лета сюда чинений до 6 таких объектов было дозволено протягнуть будовництва. Ясше 43 приняты у эксплуатацию. Все леторошение о обзносе покуль не прималося. При этом зуликам распроцовки документации протягнуто будовництва двух самовольно узведенных объектов. 9 приняты у эксплуатацию. Остались стереотипы у людей, что самовольный построил, заплатил штраф, ввел в эксплуатацию. По факту это далеко не так. Предоставляется техническое заключение, которое тяжело устранить. Протоколы, штрафы большие. Это выявление нарушений в благоустройстве, фасады и прочее. На базе управления архитектуры с представителями администрации, санстанции, МЧС органов. И выявляются эти объекты. Дальше штраф для физических особ складает от 20 до 50 базовых величин. Индивидуальный предприниматель заплатит до 100 базовых, юридичная особа – до 500. При этом ухудшем часе чекается изменение в законе, которое станет мощным стремливающим фактором для недобросумленных забудовщиков. Для некоторых категории штрафы возрастут у двоя и больше. Цены на четыре десятки наименее продуктов под пильной вагой профсоюзов. В регионе, как и в целом по Беларуси, протягивается так званный народный контроль за ценами. У перолеку 25 гандлювых объектов Гомельской области. Это как крамы кроковой доступности, так и буйная сетковая. Нагадаем, Федерация профсоюзов выказала намер заняться выучением цен и подписала ответное погоднение с Министерством антимонопольного регулирования и гандлю. У центра уваги социально-значная группа и чинных товаров. Дадзины официйные статистики сопоставят с практичной реализацией ценовой политики на местах. Это значит, пораунают адрознение помеж заявленным коштом товару с фактичным. До 12 дня каждого месяца отриманные известки будут передаваться в Аурат. До речи, рабочая группа наведывают объекты без попереджения. Мы не предупреждаем магазины о том, что мы завтра появимся, чтобы не сложилось такое впечатление, что вот пришли профсоюзы и где-то торговую надбавку уменьшили или цены отпустили. Мы появляемся там внезапно, представившись и проводим дальше свою работу. А кроме того, будет проанализованное ценоутворение в сферах паштовой совести, транспорту, жилево-коммунальной господарки и медицины. А наши корреспонденты познаемят вас с первыми выниками народного контроля. С 1-го лепеня изменятся правилы наличения допомог на детей. Те, которые выплачиваются на детей до 3-х годов, начнут пераличивать двойчий год. С 1-го лютого и с 1-го жнивня. А кроме того, новый законопроект предоставить людям, которые выховывают детей, ровные правы на социальную допомогу, незалежно от веду их регистрации на гаулику. Ранее было только по месту проживания, а зараз и по месту часового находжения. Так само документ предугледживает, что семьи, у которых батьки, инвалиды первой и другой группы, будут отрымливать допомоги на старейших за 3-х годов детей до досягнение имя 18-х годов. При этом сын ця дочка может бесплатно учиться в университете. Такое ж право будут иметь ци семьи, где один из батьков инвалид первой группы, а другий доглядая его. Право на допомогу отрымают те жарные жанчины, которые стали на улик до 12-ти дневного термину, не только у державных, а и в приватных клиниках. Находаем, зараз допомога на первое дитя складает крыху больше, как 260 рублей в месяц. Это 35% от средней зарплаты. На другого и наступных детей, амаль 300 рублей, эти 40% от средней зарплаты. На дитя инвалида до 3-х годов трохи больше, как 335 рублей, або 45% от средней зарплаты. 40 тысяч на ремонт и 16 на мэблю. Сёння после рестаурации урочисто открыли отделение по грамадянстве и миграции отдела внутренних справ Центрального района Гомеля. За полтора месяца тут поспели обновить всё, от подлоги до столи. До речи, с момента открытия отделение прошло 18 годов, а капитального ремонта не было ни разу. В Центральном районе живёт больше, как 120 тысяч человек. Что день у отделения по грамадянстве и миграции звертается каля 300. Обслуговывать их в аутольных кабинетах с участным обсталеванием – повага для людей и крок в реализации программы по техничной модернизации у Сёй-Холины. Я оцениваю по пятибальной системе на пятёрку. И я думаю, что вот наше здесь подразделение, оно сможет обеспечить именно содержание последующим. Самое состояние, оно, наверное, будет дисциплинировать, как сотрудников милиции, и также наших граждан-посетителей по данным вопросам. Больше, как 100 программ, находжение для безвизовых туристов, подрихтовали туроператоры Гомельской области. У программы выходит трансфер, харчование, проживание, экскурсии. Усяго распроцовано 125 туристичных маршрутов – пешеходные, велосипедные, конные, водные, автомобильные и наводадзин авиамаршрут. При этом набирая популярность промысловый туризм, який сегодня развивают больше, как два десятки предприемств. Найбольше активно притягивают туристов Гомельмаш, Туровщина, Туровский молочный комбинат. До речи, в ближайшую суботу гостей чекают на белорусском металлургичном заводе. На предприемстве запланованный день открытых дверей. Наведвальникам пропонуют отправиться на глядную экскурсию по предприемстве, посядеть за рулем автомобильной техники, примерить спецвопродку металлургов. У программы так само наведывание заводского музея с поборництвы погрузчиков конкурсы. Организаторы мероприемства подрихтовали для гостей великую колькость подарунков. Для молодей корыстной может стать сустреча с начальником кадровой службы предприемства и керовництвом Жлобинского металлургичного техникума. Яны расскажут про особливости навучания и перспективы працу латкования на БМЗ. Жихару региона просит не паниковать, почувши гуксирен. Сегодня распочалась комплексная проверка автоматизованной системы оповещения грамадзянской обороны. В период проведения проверки МНС просит заховывать спокоя, заставаться на своих местах, уважливо слухать поведомлений диспетчера. На водоемах Гомельской области зафиксованы первые с початку купального сезона выпадки утоплений. При этом, кроме гибели 19-годового Гомельчанина, стало вядомо еще про два такие факты. В Ветковском районе у Сожи потанул 45-годовый мужчина. Еще одно несчастное здарение отбылося на Припяти у Петриковском районе. Причим, все месты, где зарегистрированы утопления, не были призначены для купания. Причины и обставины гибели людей удокладняются. Вратовальники звертаются до всех с просьбой быть осторожными и выполнять меры безопасности на воде. Как попередить рост сумной статистики, взмocненный контроль. На всех официальных пляжах в области постоянно працуют матросы-вратовальники. На летний период штат этих специалистов повеличены. Усяго в регионе безопасность на воде допомагают заховывать больше, как 400 матросов-вратовальников. Даречи, дякуючи им, с початку года в регионе выратованы 7 человек. З них один неполнолетний. Попереджено больше, как тысячи несчастных выпадков. При этом отзначается, что годовое помяншение колькости загинувших на водоемах. Мы проводим периодические рейдовые мероприятия. Как по предназначенным местам для купания, так и местам стихийного отдыха граждан. Уделяя им особое внимание. Как самостоятельно освод проводят, так и совместно с другими структурами, с представителями местных органов власти. МЧС, образование участвует, государственная инспекция по маломерным судам, комиссии по делам несовершеннолетних и многие другие структуры, которые активно работают в этом направлении. В ближайшие дни в регионе чекается невеликое понижение температуры. По информации областного гидрометцентра, в ближайшие ночи на большей части территории пройдут дожди. В особенных районах на больнице. В день опадков не прогнозуется. По ветру прогреется до 26 градусов. А вот сейчас дверь чекается от 18 до 23 градусов тепла. В прогнозе на пятницу короткочасовые дожди на больнице. Порывы ветру до 15-20 метров за секунду. Слубки термометров покажутся до 15 градусов в ночи и до 25 в день. Мы из Жлобина сходили в Евроопт, купили шоколадку и оказались здесь. Как и полагается греческим богам, покупатели Евроопта попали на настоящий Олимп. На полуостров Пелопонез в пятизвездочный отель. Номера, как в голливудских фильмах. Десятки ресторанов, целая череда бассейнов с прозрачной голубой водой. А какой пляж? Длиной в два километра. Лежишь на шезлонге, а прямо перед глазами там на горизонте живописный остров Закинтас. Это ли не рай на земле? Шан дается, наверное, один раз в жизни такой. Приехать ни о чем не заботиться. Все организовано, все красиво. Персонал, очень все хорошо, доброжелательные, добролюбивые. Семья Осовских из Минска выиграла путевку в Грецию накануне 35-й годовщины свадьбы. Вот уж правда, удача всегда приходит вовремя. Особенно удача от Евроопт. Когда мы выиграли, дети сказали, так, родители, это только ваш праздник, и вы едете в Грецию. Казалось бы, на этом сюрпризы закончились. Но нет, Евроопт всегда заботится о своих покупателях. И в этот раз он подготовил для молодоженов романтический подарок. Вечером в ресторане Пару Осовский ждал особый ужин. Столик на двоих, греческий закат. От такой романтики просто захватывает дух. А невероятной финальной точкой свадебного вечера стал роскошный букет алых роз, врученных Светлане от Евроопта. Когда отель настолько роскошный, что не хочется покидать его ни на минуту, но сказочная Греция так и манит. Евроопт устроил своим покупателям незабываемую экскурсию на остров Закинтас. Место воистину волшебное, а какая история. Закинтас – один из трех ионических островов, который расположен в десяти морских милях от полуострова Пелопонез. На берегу туристов ждал лайнер, на котором они отправились в увлекательное морское путешествие. Первая остановка – бухта Лаганос, знаменитая редкими морскими черепахами с забавными названиями «Карета-карета». Эти удивительные существа достигают метра в длину, а весить могут под 150 килограммов. Покупатели Евроопта посетили и собор Святого Дионисия в городе Закинф. Здесь все желающие могли поставить свечку, а также прикоснуться к святым мощам и попросить о самом сокровенном. Говорят, что загаданные в Закинфе желания обязательно сбываются. Отлично, только позитивные у нас эмоции, все нравится, все супер. Будем дальше играть в Евроопте. К слову, уже 30 жителей Гомельской области побывали в незабываемых путешествиях в Турции, Египте и Греции. А всего за 35 туров игры «Удача в придачу» жители Гомельщины получили от Евроопта 53 811 призов на общую сумму более 1 миллиона 100 тысяч долларов. Уже пакуют чемоданы новая группа покупателей от Евроопта. Ведь с 26 июня по 3 июля еще 80 счастливчиков, которые выиграли путевки в 33 туре игры «Удача в придачу», отдохнут в Тунисе по системе «Все включено» в роскошном пятизвездочном отеле прямо на берегу моря. Тем временем «Удача в придачу» не избавляет обороты. В субботу 17 июня стартовал 36-й тур игры, который продлится по 30 июня включительно. И уже 1 июля Евроопт разыграет 1750 комплектов билетов на две персоны на концерт звезды российской эстрады Валерия Меладзе, который состоится в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске». Также в этом туре своих обладателей отыщут 20 тысяч подарочных сертификатов на общую сумму 200 тысяч белорусских рублей. И, конечно же, участникам игры достанутся новенькие автомобили 85, 86 и 87 марки «Хюндай Крета». И 16-я квартира от Евроопта в престижном районе Минска по адресу улица Мястровская, 4. А еще снова будут разыграны 40 путевок на двоих. На этот раз в шикарный пятизвездочный отель в гостеприимной Грузии. И все включено. Все желания будут исполнены, все мечты воплотятся в жизнь. Главное, не забудьте захватить товар удачи. Гэте, а так сама иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgumil.bivay И на этом выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнатенко. Усяго вам самого доброго. И до новых сустречу эфиры.